Нетфликсовский ковбой Би-Боб отменен после первого сезона, официально. Причем, учитывая то, что в этом предложении есть слово «нетфликсовский», вы, наверное, смотрите на меня странно. С каких пор они отменяют свои сериалы после первого сезона? С каких пор они вообще отменяют свои сериалы? Так сразу и не вспомнишь, когда они решили, что доить эту корову, в которой молока не было изначально, плохая идея. Имею в виду, они до сих пор снимают свои аниме-адаптации даже после ковбой Би-Боба. Я очень надеюсь, что у них что-то в мозгу пересчетнуло. Хотя рассчитывать на лучшее будущее не приходится, конечно. Можно подумать, что когда вы берете классическую франшизу, которую любят огромное количество человек, считает бессмертной классикой, скорее всего, потому что она таковой и является, какаете ей на голову и потом этим же самым фанатам вы даете как новое правильное видение, и это, кстати говоря, даже не метафора, они по сути что-то такое и говорили, сопровождая, естественно, многочисленными колкими комментариями от собственных звезд, которые этим фанатам поясняют, что они белые и цисгендерные, их мнение в принципе не учитывается. Кто бы мог подумать, что это не очень хорошо для вас закончится, что народу не понравится, я даже не знаю. Сам факт отмены это, конечно, только полгода, потому что бывший теперь уже каст и персонал над этим сериалом работавший оказывается не очень доволен результатом, но об этом мы еще сегодня поговорим. После того, конечно, как вы на канал подпишетесь, что-то в последнее время подписочек маловато, просили немного, давайте-ка, давайте набираем обороты. Рейтинги, в принципе, были ожидаемыми, я даже удивлен, насколько они высоки. Я ожидал, что там будет где-то процентов 30 примерно, причем критикам понравилось даже меньше, судя по текущим оценкам на Rotten Tomatoes. Но вопрос в другом, почему эти рейтинги были ожидаемыми? Как показывает практика, аниме просто не работает в левэкшене, и тем более, аниме не работает в левэкшене, когда его пишет Netflix из всех возможных студий. Хотя называть Netflix студии, наверное, не совсем справедливо для реальных студий, которые для Netflix как прокатчика этот контент делают, но я замечаю, что у него нету никакой закономерности в уровне качества. Они гринлайтят абсолютно все то, что им положат на стол, для того, чтобы у них было больше качества, точнее, больше количества контента, чем качество, чуть не оговорился в обратную сторону. И в конечном итоге получаются диаметрально противоположные результаты, когда ваш сериал или мини-сериал или фильм на этом Netflix вышедший реально хорош, как минимум на крепкую четверочку, а скорее всего даже больше, либо это полный кусок отсоса, который никто не просил, никто не хотел видеть, и мир был бы реально лучше без него. Как бы его поотносится ко второй категории, если вдруг кто не понял. Это было быстро, соглашается со мной голливуд-репортер. Netflix отменил свой амбициозный, сильно расхайпованный, они, кстати говоря, реально вкладывались в рекламу всего этого дела, вы должны были осознавать, что оно вот-вот выходит, я боюсь даже представить, что они сделают с One Piece'ом и Аватаром на самом деле, и в конечном итоге разочаровывающий аниме-адаптации ковбоя Бибоба, как стало известно Голливуд-репортеру, а также всем тем, кто участвовал в съемочной команде, и всем людям, которые рассчитывали на этот сериал как на свою реальную занятость, но об этом мы поговорим немножко позже. Вы должны испытывать грустняшку по этому поводу, я полагаю. Да, когда я говорил, что подарков чё-то многовато, и раньше Нового года это даже не совсем метафора была, Деда Мороз буквально валится с неба. У меня для вас есть один прямо сейчас. Как насчет получить соточку от App Gallery Huawei? Достаточно всего лишь скачать игру. Я думаю, вы уже поняли, что нужно сначала скачать сам App Gallery, и это может сделать абсолютно любой пользователь андроида. Затем решить, в какую из трех игр вы хотите поиграть первой. Вот тут есть The Ends, про подземное королевство муравьев. Отлично подойдет для тех, кто всегда хотел стать муравьиной королевой. Так не говорите, что я один такой, пожалуйста. Второе же — Королевство пиратов. Из названия ясно, что придется иметь дело с Йохохо-бутылкой Рома И, с сундуком с купонами от Huawei. Ну и третье, которую особенно могу порекомендовать — космическая стратегия новой Iron Galaxy, где ты — командующий, попавший в черную дыру, и твоя задача — отстроить гигантскую космическую базу. Но из 12 по 26 декабря можно получить купончик заскачивания из AppGallery на 99 рублей. Кстати, можно еще и второй получить, если задонатить в игру на любую сумму. Потратив 99 рублей один раз, можно получить в три раза больше выгоды. Huawei вообще частенько балует своих пользователей всякими плюшками, особенно много в их группе ВКонтакте — игровой клуб AppGallery. Там можно выиграть ценные призы, в том числе топовые девайсы, наушники, смарт-часы и даже смартфоны. Ссылки на акцию и группу ВК будут в описании. Заходите и не упускайте свою халяву. Прием Уби-Боба на Нетфликсе оказался не самым теплым. 10 эпизодов собрали вокруг себя 46% оценок критиков «Народный томатес» и 56% оценок аудитории. Хотя сериал вошел в топ-10 сайта. Это, кстати, важный момент сейчас. Он вошел в топ-10 сайта по часам просмотров. Он собрал за время своего актуального существования, он там до сих пор есть, да, но я имею в виду за тот период, который реально считается, он набрал примерно 74 миллиона просмотровых часов. Не подтверждается, как именно эти часы набираются, потому что вполне возможно, что 74 миллиона человек решили посмотреть первую серию в течение часа и потом забили и не стали смотреть дальше, потому что это конченная параж. Подробной инфы по тому, какой процент человек досмотрели сериал до конца, у нас нет. Но учитывая то, насколько это было физически больно делать мне, хотя я даже не то, чтобы прям большой фанат оригинального Кобби Боба, я просто признаю то, что он заслуженно наносит свой титул мировой классики, но все-таки у меня нету с ним какой-то вот прямой, прям очень сильной эмоциональной связи, не то что с One Piece'ом, который все еще, сука, грядет. Мне это реально было физически больно смотреть, я не дотерпел. Сколько я там серии осилил, я уже не помню, две или три, около того, и самую концовку, где на одну минуту появляется Эд. Мне во всей этой истории больше всего жалко, наверное, девочку, которую на роли Эд взяли, кстати говоря. Я прям вот могу представить себе ее лицо, когда после кастинга ей звонят из Нетфликса и говорят, что вы приняты на роль, она такая счастливая была, наверное. Ну да, в первом сезоне тебя будет немного, там пару минут, но во втором сезоне, который определенно точно будет, 100%, во втором сезоне ты будешь звездой, моя дорогая, готовься к тому, чтобы получить карьеру. Будешь прямо как дети из странных дел, она такая, е-бой, а потом все закончилось. Вот так вот это должно... Это должно быть больно в жердечке, я полагаю. Я могу только предполагать, что я близок к правде, но все-таки сэмплинг они получили, как говорит сам Голливуд-репортер из своих инсайдерских источников, действительно неплохой. Однако, очень быстро рейтинги упали аж на 59%, что довольно много. Конкретно они упали в период с 29 ноября по 5 декабря. Прошло ведь относительно не так много времени. Конечно, этот ковбой был настолько незапоминающийся и отсосный, что кажется, как будто он был вообще там в прошлом или позапрошлом году. Но нет, нет, это реально было около месяца назад. Если не меньше. Почему так получилось в конечном итоге? Неужели они прозрели? Неужели они поняли, что люди этого не хотят? Ну, учитывая то, что мы до сих пор не слышали новостей про отмену некоторых других проектов, которые, я так понимаю, все еще находятся в работе, черт его знает. И вы все прекрасно знаете, про какие тайтлы я говорю, не так ли? Вы хотите забыть об этом, но я вам напомню, вы не сможете, потому что они до сих пор живы. И, возможно, они даже выйдут в какой-то момент, и вам придется испытывать эту боль, потому что ваше человеческое стремление к познанию не даст вам спать спокойно. Аватар, например, который все еще жив и все еще собирается выходить в какой-то момент, от которого отказались собственные создатели. Да, я понимаю, что личности Брайана Конецкой, Майкла Данте Ди Мартина, они могут быть немножко спорные, особенно на фоне того, сколько реально текста редактировал и даже сам писал Арнехас. Ну, как вы можете знать из моих видео на основном канале, он по большому счету сделал реальную часть работы, это немножко уже другая история, да? Но в любом случае, они как идейные основатели и как люди ответственные за качество, когда они говорят прямым текстом, что то, что Netflix делает, не имеет к нашему видению абсолютно никакого отношения, открещиваются и перекачиваются, перекатываются куда-то в другом направлении, это не очень хороший знак. Или, например, One Piece, которому они уже успели объявить каст, и люди спрашивали моего мнения по вот этим вот воодушевленным лицам, полным жизни, которые, я уверен, будут очень рады собрать себе зарплату, но, как бы вам сказать, это, наверное, не самый худший каст, который я могу придумать, могу ли я даже сказать, что он окей, наверное, я полагаю, но зачем задавать этот вопрос, когда речь идет про аниме-адаптацию от Netflix? Конечно, она будет сосать, мне плевать, что Ода дал свое личное согласие, потому что мы не знаем, сколько именно стоило его согласие, мне плевать, какие еще другие там создатели, продюсеры, ответственные лица верят в хороший результат, вы можете верить в абсолютно что угодно. В конечном итоге мы имеем Netflix, и мы имеем лайв-экшн-адаптацию аниме от Netflix, которая, как минимум, будет выглядеть пососно, и по составу своему, скорее всего, тоже будет не лучше. Зачем она существует, я не знаю, ну, кроме как бабла собрать на известном тайтле, но они делают ее все равно. И вот там я уже реально буду бомбить, гораздо больше, чем от Ковбоя Би Боба, потому что там у меня есть эмоциональная связь. Я смотрю эту хрень уже, ну, где-то класса с 10-го школы, наверное. Сколько лет с тех пор прошло? Не, реально, сколько лет с тех пор прошло? Я сейчас даже, ну, 10, наверное, точно. Около того. Я, конечно, продолжу надеяться своей маленькой, никчемной, наивной душонкой, что они остановятся. Может быть, они, наконец, поймут, что, вкладываясь в аниме, разумнее будет вкладываться именно в обыкновенное аниме. Бирать вот эти вот свои бюджеты, которые вы тратите на лайв-экшн-адаптации, для того, чтобы собрать деньги на известном тайтле и положить их в студии, которые могут заниматься какими-нибудь новыми оригинальными проектами, потому что Netflix очень сильно любит аниме. Я замечаю, в последнее время они прямо реально на него акцент делают. Ну так делайте, пожалуйста, что-то новое, что-то интересное и анимированное, кстати говоря, было бы неплохо. Но, с другой стороны, было бы еще лучше, если бы они даже, сука, не начинали, но для этого уже поздно. Интересная деталь здесь скорее в том, насколько сильно Ковбоя Би Бобу Netflix нужно было провалиться, для того, чтобы даже Netflix от него отказался. Хотя, казалось бы, у этой франшизы все еще есть силы. И она все еще могла бы привлечь к себе внимание. В конце концов, как мы смотрели по статистике, он смог в свою релизную неделю зайти в топ-10 по просмотрам. Видимо, по просмотревым часам. Но, как минимум, это означает, что было достаточно много десятков миллионов людей, чтобы дать шанс хотя бы первой серии, даже если они потом уже забили. А может быть, даже и второй. Как пойдет, да. Видимо, они дальше второй серии в среднем не заходили. Но, с другой стороны, как сообщают те же самые инсайдеры Голливуд Репортера, в среднем процент возобновления сериалов, у которых было как минимум два сезона, на Netflix это около 60%. Индустрийный стандарт. Но это означает, что если они дошли до второго сезона, то дойдут, в принципе, спокойно и до четвертого, и до пятого. То есть, какая-то кора аудитория набралась. Почему отменили его на первом сезоне? Потому что даже кора аудитории не набралось. Это единственное логичное объяснение, которое я могу найти. То есть, это реально должно означать, что люди включали первую серию, и было много людей, которые первую серию включали, но после этой первой серии они просто дропали и перекатывались смотреть что-нибудь другое. То есть, ну, вообще никакого ретеншена, удержания, если хотите, у аудитории не было. Это единственное вот определение, объяснение, которое я могу найти. Как писали сами Голливуд Репортер в своем тематическом обзоре, Ковбой Бибоб был слишком лоялен к своему оригиналу. С этим я мог бы не согласиться, учитывая то, как именно они начали переставлять какие-то сюжетные элементы, абсолютно без причины. Это просто очень странно контрастирует с тем, что она пишет дальше. Даже не про пейсинг мы говорим, а про то, что такие вот яркие аниме-изображения, короче, яркая анимация, бросающаяся в глаза, вызывающая у вас какие-то яркие, соответственно, эмоции. Она была заменена дерьмовым CGI-ем, сделанным на бюджеты Netflix, причем откровенно не очень большие, потому что в моменты продакшн там выглядел, как в детских фильмах Роберта Родригеза. Я говорю про плохие детские фильмы Роберта Родригеза, не про вторых детей шпионов, которые хотя бы веселые, а про шаргбой и лаву или там камень желания. Что мы в таком духе? Мы вот на самом дне находимся, чтобы вы правильно понимали, о чем я говорю. Качественный юмор был заменен на фейковый смех, который явно выглядел натужно и не к месту. Реалистичные пейзажи и интерьеры были заменены на какие-то пластиковые сеты, и в конечном итоге у этого ремейка тупо нету никакой причины существовать, с чем я могу согласиться целиком и полностью. Действительно не было причины существовать, не было ни одного человека, который сказал бы, знаете что, знаете что, пацаны, оригинальный ковбой Би-Боб, это, конечно, классик, там, бессмертный, крут, все дела, но хотел бы я, чтобы вот все это играли мясные люди. Вот вот не хватает, не хватает ему live action ремейка, и live action ремейк сделал бы его лучше. Каждый раз, когда очередной подобный проект анонсируют, или когда он выходит в свет, я не могу найти ни одного человека, который неиронично хотел бы, чтобы он существовал до того, как о нем услышал. Я могу найти людей, которые, услышав про то, что вот скоро выходит live action ковбой Би-Боб, они могут сказать, о, окей, прикольно, я люблю оригинального, да, здорово. Но не было ни одного еще на моей памяти, кто до того, как новость анонсирована, сидел бы и говорил, вот, было бы круто, если бы live action ковбой Би-Боб существовал. Или One Piece, или аватар, никто не хочет это видеть, ну, правда, никто. Люди идут на эти фильмы, или включают их на Нетфликсе исключительно, потому что они узнают название, и это буквально главный селлинг-поинт, которым сам Нетфликс оперирует, я более чем в этом уверен. Просто до недавнего времени они, видимо, реально были уверены в том, что одного только этого селлинг-поинта будет достаточно. Видимо, пример тетради смерти их ничему не научил. Может быть, они подумали, что, ну, там у нас просто, как бы, не очень хороший продукт получился, да, но все-таки, если мы сделаем хорошую левэкшн-дотацию, люди пойдут. Пока что я могу вспомнить ровно один пример, удачный на этом поприще у того же самого Родригеса, кстати говоря, Алиту, моего ангела, которая, ну, буквально золотой стандарт, и то, как бы, про нее достаточно быстро забыли, но, в принципе, я скажу, что даже не заслуженно, да, все-таки Алита заслуживала больше внимания, но она получила достаточно в свое время, по крайней мере. Это один пример, у нас есть один пример, каковы шансы, что у вас, у Нетфликса, с вашими бюджетами и вашим стандартом выпуска контента получится лучше, или хотя бы на уровне, не очень большие, пока что не получал, а как насчет того, чтобы не пытаться, как насчет того, чтобы оставлять анимацию анимацией, как насчет того, чтобы просто вкладываться в новое оригинальное аниме, или, например, вы можете взять эти деньги и купить на них лицензию для того, чтобы прокатывать то аниме, которое люди уже любят, в удобном для них подписочном сервисе, это было бы здорово, я имею ввиду. Впрочем, гласные представители Нетфликса со мной походу не согласны, особенно те финансовые состояния которых напрямую зависели от того, будут ли этот сериал продолжать или нет. Как гласит следующий заголовок. Сценарный координатор ковбоя Би-Боба Нетфликса заявляет, что аудитория очень многое пропускает из-за отмененного второго сезона. Это, конечно, перед тем, как она начинает ротовать за то, что, между прочим, очень много людей потеряло работу, а вы тут возникаете. Мне просто интересно, какие формулировки этот замечательный человек будет выбирать. Наоми Маркман. Наоми Маркман, видимо, ее зовут. Я, конечно, ни на что не намекаю. Это она таким образом дает вам понять, что она на что-то намекает. Но как человек, который прочитал сценарии ко второму сезону ковбоя Би-Боба, могу вам заявить, дорогие мои, вы очень многое пропускаете. Господи, как же много вы пропускаете. В ответ на свои твиты она, естественно, собрала большое количество вопросительных контраргументов про то, что, ну, нет, может быть, люди не расстроятся. Может быть, если то же самое качество письма, которое находилось в первом сезоне, продолжится во втором, то никто ничего не потеряет. Может быть. Лично я бы вот ничего не потерял, если бы Грен не затирал мне реплики от ультра-левого ютубера слэш-ютуберши, я не уверен, как транс-ютубера правильно называть. Короче говоря, от CounterPoints. Вы, кстати говоря, не знали эту тему? Да, ютуб, походу, имеет влияние на не совсем Голливуд, наверное, если можно Netflix считать Голливудом. Короче говоря, на мейнстримный продакшн. Потому что достаточно популярная ютуберша, я не знаю, комментаторша на разные социальные темы. CounterPoints, которая вот в этом конкретном видео поясняла за то, почему капитализм это плохо. Да, ее реплику решили перенести в сериал, взяв персонажа Грена и поставив на его ее какую теперь, я уже не знаю, роль небинарную персону, которая буквально я тут статус цитировала. Они заменили даже Айн, они взяли хорошего мальчика и заменили его на хорошую девочку. От этого, кстати говоря, девочка не перестает быть хорошей. Правда, она теперь стала киборгом. Я правда не понимаю, зачем эти люди так делают и о чем они думают, но, наверное, лучше даже не думать, потому что, как нам говорит дальше Номи Маркман, мои дорогие друзья-тролли, которые посмели возразить мне, потому что, конечно, если люди приводят контраргументы, то они должны быть троллями. Понимаете ли вы, что буквально сотни человек только что потеряли свои работы? Работы, которые они очень ценили и любили. Конечно, мы будем эмоциональными, но я могу согласиться, вы имеете такое право. Тем более, что мы узнали об этом точно тогда же, когда об этом узнали и вы. Ну, дорогая моя, дорогая моя Номи Маркман, я тебя понимаю, но с другой стороны, а почему тогда респонденты не могут быть эмоциональными, когда берут их любимый сериал, который они прямо реально лелеют, какой-то пьедестал ставят и какают ему на голову и потом выдают им как новую, дефинитивную версию лучше, чем предыдущую. То есть, ну, да, я, конечно, как человек, который в интернете не первый день очень много витряля за свою жизнь повидал, это бывает, иногда он действительно излишний, но я не могу винить людей в том, что они эмоционально относятся к тому, с чем у них реально есть такой вот массивный эмоциональный контакт. В конце концов, ну, ты же наверняка повела бы себя точно так же в ситуации, когда подобное сделали бы с твоим любимым сериалом, например, или с сериалом, который тебе важен по какой-то причине. Ведь ты же тоже человек, и ничего человеческое тебе не чуждо, даже если ты всячески пытаешься об этом забыть, не так ли? Не получится же такого, правда ведь? Не получится, что кто-то в этом треде откопает твои старые твиты пятилетней давности, где ты пишешь что-то в духе того, что хорошо, что Castle ABC, я не знаю уж, Castle я не смотрел, короче говоря, сериал по ABC отменили, потому что мне не нравится посыл о том, что вы можете продолжать без женщин на лидирующих ролях. То есть ты хочешь таким образом сказать, хочешь сказать, что если сериал отменяется из-за того, что тебе что-то не нравилось, то это нормально. То есть, когда ты, или профессиональные критики, когда они высказывают свое недовольство, то они конструктивные, да, они объективные, им можно свое недовольство высказывать, потому что они как бы над простой челядью стоят. Их мнение весит больше, значит больше. В то время как мнение самой челяди, ну, это просто тролли, которые придираются, которые закрывают хорошие сериалы и потом еще и радуются этому. Ведь в этом случае с Castle по ABC там тоже, ну, сотни людей и работы потеряли, когда его отменили, и что-то не похоже, чтобы тебе было за это обидно, но я даже не знаю. Правила, видимо, распространяются только на кого-то, но не на всех. Привычная вполне себе для Голливуда модуса Пиранди. И не то, чтобы я испытывал какую-то грустняшку или дикую радость, наоборот, от того, что Netflix-овского ковбоя Бибоба отменили, я бы в любом случае не обратил на него внимания, даже когда он продолжился бы, и скорее всего, наподобие второй части первого, или нулевого, получается, сезона властелина в повесточке от Кевина Смита. Ну, никому до него не было бы дела, скорее всего. Наверное, немножко, совсем чуть-чуть. Я надеюсь, реально надеюсь на то, что это откроет Netflix-у глаза, что он поймет, что эти live-action адаптации никому не нужны, никто о них не просил, никто о них никогда просить не будет. Перестаньте пытаться их продвигать. Зачем вы это делаете? Для кого? Ради чего? Кто? Кто об этом просил? Кто целевая аудитория? Нету целевой аудитории. Целевая аудитория это те, кто помнят название и откроют новое название, потому что оно похоже на старое название в надежде на то, что будет не так плохо. Почему бы просто не пересмотреть старый представитель того же самого названия? Я, если честно, хрен знает. Это просто... Это грустно, но надежду небольшую вселяет. Небольшую, маленькую такую. Вот такусенькую надеждочку. Не дежушечку. Это лучшее, что я вам могу предложить сегодня. Но, хей, хоть какие-то хорошие новости. Спасибо вам, мои дорогие мальчики и девочки, за то, что вы лайки с комментариями ставите и смотрите видео до конца. Спасибо вам за то, что вы со мной остаетесь и подписываетесь на канал с колокольчиком на все оповещения. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки. Люблю вас.